В Мюнхене продолжает работу конференция по вопросам безопасности. Первые итоги. Европа готовит модернизацию военных мощностей, Порошенко провел предметные переговоры с Толтенбергом, а также состоялась его полноценная встреча с Майком Пенсом. Где Путин? Мало того, что этот недоросль сам отказывается выезжать в цивилизованный мир, на этот раз он не пустил в Мюнхен еще и Лукашенко, затянув его каким-то мелким жульничеством в Сочи. Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине почти на 700 миллионов долларов, и официально уведомил Конгресс о введении чрезвычайного положения для обеспечения безопасности границ. Сэнкс Америки за любую поддержку Украины. Все остальное – дело самих американцев. Для нас сейчас главное, чтобы был принят 124-страничный пакет антироссийских санкций. В пятницу Порошенко обсудил этот вопрос с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Также на встрече с вице-президентом США Пенсом обсудили действия в ответ на агрессию в Керченском проливе и поддержку реформ в Украине. Президент сообщил, что на встрече состоялась очень оживленная дискуссия. Мы тщательно обсудили координацию наших действий по реакции на агрессию в Керченском проливе. Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата. Майк Пенс отметил, что Украина является надежным и стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Мы твердо рассчитываем на сотрудничество в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украине всех видов вооружений после того, как мы приняли закон, который позволяет Министерству обороны напрямую обеспечить поставки оружия. Сказал Порошенко. А еще Госдеп дал разрешение одной из американских компаний на выполнение крупного контракта с Украиной на поставку оборудования для производства корпусов артснарядов калибра 152 и 155 мм на предприятие «Артем» концерну «Укроборонпром». Кстати, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что глава Белого дома распорядился проработать параграф 5 в уставе НАТО, чтобы найти возможность принять в свой состав Грузию и Украину. Неожиданно. Путин об Украине. За несколько лет между нами образовался огромный разрыв, а речь осталась одна. Какая к черту одна? У меня сердце радуется, когда я возвращаюсь в некогда полностью русскоязычный Киев и слышу, что молодежь почти вся перешла на украинский. Украинский становится модным, привлекательным и престижным. Даже Хельги Шарп спел на нем свои новостные песни. Вы можете в бессильных истериках называть нас, как вам взбредет в голову, но никогда, слышите, никогда не называйте больше братьями. Одна половина Канады говорит на английском, другая на французском. Но ни Англии, ни Франции нет к этому никакого дела. Как объяснить деятелям из РФ, что их не должно волновать, на каком языке разговаривают за рубежом? Британского политика, который собирался в оккупированный Крым, исключили из партии. Такие люди становятся токсичными в своих странах, но для некоторых из них путинские нафтобаксы становятся важнее совести и здравого смысла. Человек слабое существо, но всех не купят. Кандидат в президенты Юрий Тимошенко. Меня огорчает, что в бюллетене будет однофамилец моими инициалами. Всех сознательных людей это огорчает. Главное преимущество Юрия перед Юлией в том, что он еще не успел сделать ничего плохого для Украины, а наоборот, защищал ее в составе батальона имени генерала Кульчицкого. Так, ЮВТ известный политик, но все, у кого спрашиваю, что уже украинская леди Винтер сделала полезного для Украины, в ответ начинают блеять, мекать и напрягать мозг. Не напрягайте. ФСБ в аннексированном Крыму проверяет на экстремизм портрет Бандеры, изъятые украинца. В слух. Вот уж правда, как черти от Ладана. Если их так корчит от наших мертвых героев, представляю, как сводит скулы от живых. А потому победим. Приватбанк выиграл у РФ Гаагский суд на 1 миллиард долларов за нанесенный ущерб от агрессии. Первым был Сбербанк. Всему свое время. Скоро Кремлю придется царь Колокол, царь Пушку и царь Ботокс закладывать для того, чтобы расплатиться с Украиной. ВВП в четвертом квартале вырос на 3,4%, а в НБУ сообщили, что за неделю украинцы только онлайн купили 19,8 миллионов долларов. Именно так выглядит обнищание, а потому стране крайне необходимы новый курс и шут-шоу. Сибриз-2019. От Украины будет 9 кораблей, 2 самолета и вертолеты. Утро доброе. НАТО в хату. 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Только по официальным данным убито 15 тысяч 31 человек, без учета местных. Стали инвалидами 6 тысяч 669, без вести пропало 330. Заболели инфекционным гепатитом 115 тысяч 308, брюшным тифом 31 тысяча 80. Ради чего? Есть хоть одна страна, которая после прихода русских стала жить лучше. Зеленский. Все манипуляции вокруг «Слуги народа-3» считаю откровенным примером грязных политических технологий с применением админресурса. Печально то, что главный персонаж сериала и есть тот кандидат, за которого будет голосовать часть нашего социума. Не тот шут Володя Зеленский, не клоун, а именно шут, ибо цель первого – смешить людей, второго – угождать хозяину. Который говорил заученные тексты в 95 квартале, а тот Голобородько, из фраз которого можно составить большую энциклопедию циничного популизма. Зеленский и Голобородько – это даже не протест, а зеркало собственного инфантилизма и желание переложить на кого-то ответственность за себя, своих детей и свою страну. Дать порулить случайному персонажу, надеясь на то, что он сойдет с экрана и так же легко, как в сериале, расправиться с коррупцией, договориться с Путиным и сделает пенсии по тысяче баксов. Причем все это сделает сразу и без всяких усилий со стороны проголосовавших. И без толку объяснять, что если бы Порошенко не наступил на хвост Коломойскому, Володя Зе так бы и продолжал называть Украину шлюхой, становиться на колени перед Путиным, снимать фильмы на московские деньги, выводить их в офшоры и прыгать в трусах на газпромовских корпоративах. Так что именно пока «Слуги народа-3» за неделю до выборов – ярчайший пример грязных политических технологий. Самое большое заблуждение в том, что у нас еще много времени и мы можем позволить себе эксперименты. Нет у нас этого времени, ибо точка невозврата еще не пройдена. А еще нельзя ждать от человека того, что ему чуждо. Вы же не заставите летать уже и не станете выжимать лимон, чтобы получить томатный сок. Тогда почему вы пытаетесь сделать главнокомандующим шута? Риторический вопрос. В Питере рухнуло очередное здание, на этот раз Исследовательского университета информационных технологий и механики. Крыша проломила пять этажей, под завалами более 20 человек, будущих механиков и технологов, которые, как и их предшественники, будут строить такие же здания. Потому что историческая задача России – недобротное строение и благополучие их обитателей. Уничтожение мирового бандеровского фашизма, во главе которого стоит Украина – вот сакральная цель этого богоизбранного народа. А власть? Что власть? Власть в России не средство, она цель. Цель репрессии – репрессия, цель пыток – пытки, цель власти – власть. 20 верноподданными меньше, 20 больше. Русские своих не бросают, они их не замечают. Эмпатию им вскрепы. Эволюционно мы запрограммированы на то, чтобы быть пессимистами и постоянно представлять худшее развитие событий. В свое время это играло важную роль в жизни людей, но и продолжительность этой жизни была мизерной. Уважаемые, оптимисты гораздо чаще достигают целей, они успешны, счастливы, лучше спят, имеют здоровое сердце и реже болеют. Лично я всегда ориентируюсь на слова, которые приписываю Черчиллю. Пессимист видит трудности в каждой потенциальной возможности. Оптимист в каждой трудности видит потенциальную возможность. Победы обязательно будут на выборах, на войне, на работе, в любви. Главное быть оптимистом, не опускать руки, делать свое и поддерживать других. Шануемся, тагарных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok